Hello, liebe Freunde! Почему, собственно, я вас приветствую на немецком? Ну, сейчас, я думаю, вы поймёте. Волею судьбы я оказалась здесь, в Калининграде, и подумала, почему бы вам немножко не рассказать об этом месте. То, что я сама узнала, и те факты, которые мне показались наиболее интересными. Ну, начнём с того, почему Калининградская область отделена и находится так далеко от самой части России. Калининград – это бывший город Кёнигсберг. Он был центром Восточной Пруссии. И его история как немецкого города закончилась после Великой Отечественной войны. Но ещё до этого он, оказывается, к моему удивлению, уже успел побывать под нашим флагом. Это случилось в середине 18 века, во время Семилетней войны, в которой принимала участие и наша страна. Когда русские войска вошли в город Кёнигсберг, то местные жители присягнули, наверное, нашей императрице Елизавете Петровне. Среди них был известный уроженец этого города – Эммануил Кант. Он был всемирно известным философом. И когда об этом узнал прусский король Фридрих Великий, он пообещал больше никогда этот город не посещать. Наверное, обиделся, потому что он тогда воевал с тремя бабами или с тремя юбками. Как он сам выражался, это Елизавета Петровна в России, это госпожа Пампадур, фаворитка Людовика XV во Франции, которая имела огромное на него влияние, и также она влияла и на политику в целом. И это Мария Терезия, эрцгерцогиня Австрии. Вообще, надо сказать, что Фридрих Великий, он вообще был таким женоненавистником, женщин не любил, и об этом ходит много версий, почему так было. Ну ладно, не будем углубляться в это, это совсем другая история. Так вот, после этого, когда он стал город-российским, он пробыл всего лишь несколько лет, пока на престоле у нас не сменился император, им стал Петр Третий. А как известно, Петр Третий обожал все прусское, был фанатом Фридриха Великого, и, конечно, не воевать, не ссориться он с ним не желал. И Россия выходит из этой войны и возвращает Пруссии все завоеванные ею территории, в том числе и город Кёнигсберг. Фридрих, конечно, не ожидал такого щедрого подарка от нас, но, как известно, Россия щедрая душа. А второй раз уже и окончательный случился после Великой Отечественной войны город во время войны серьезно пострадал под бомбардировкой британских летчиков в ходе операции возмездия. В этой бомбардировке был применен напалм. Напалм был изобретен в Америке как раз в этот же период, там между 1943 и 1944 годами. Он был изобретен, чтобы наносить как можно больший урон и разрушение. Напалм – это такая смесь бензина, керосина и фосфора, которая легко воспламеняется, дольше горит и при этом издает такой черный густой дым. А надо сказать, город до войны был очень красивый, такой типично немецкий, со своими замками, кирхами, такими немецкими домиками, очень красивый. Сохранилось множество его, кстати, фотографий, не только в черно-белом, также и в цветных вариантах. В общем, я думаю, я вам что-нибудь подставлю, вы посмотрите. Но их легко найти в любом случае. То есть это стоит того, чтобы поискать и посмотреть. И после войны была проведена Потсдамская конференция, на которой было принято решение о передаче части Восточной Пруссии вместе с городом под власть Советского Союза. Местное население было отсюда депортировано. До войны здесь проживало почти 400 тысяч человек, а после войны осталось около 20. И вместо немецкого населения были привезены граждане Советского Союза. С наиболее, как мне кажется, пострадавших территорий, там, с Беларуси, с Украины, ну, на самом деле, со всего Союза. И первым делом местная власть должна пометить территорию. То есть они начали все переименовывать. И город Кёнигсберг, Кёнигсберг с немецкого приводится как Королевская Царская Гора, был переименован в город Калининград в честь всесоюзного старосты Калинина. Он с городом абсолютно никак не связан, просто он в 1946 году, он умер. И так вот власти решили воздать ему память. Но у военных, как известно, с фантазией не огонь, поэтому тут все такие названия очень наивные. То есть, например, в этой местности, где добывают янтарь, ну, будет янтарная, там, например, Балтийское море, город Балтийск, бывший Пилау, и так далее. Вот такая история. А сейчас будет история тайной комнаты, а точнее, тайной янтарной комнаты. Всем известна эта история, исчезновение этой комнаты после Великой Отечественной войны из Екатеринского дворца. И дело в том, что эта история тесным образом связана с городом Кёнигсбергом, потому что здесь ее след обрывается. Но обо всем по порядку. Изначально янтарная комната была янтарным кабинетом. И предназначалась она для прусского короля Фридриха I. Ее изготовили немецкие мастера. И дело в том, что Калининградская область, а тогда это Восточная Пруссия, здесь находятся большие месторождения янтаря. Где-то 90% от мировых запасов. Поэтому проблем с поставками у них не возникало. Так вот, после смерти Фридриха, уже его сын Вильгейм, он преподнес этот подарок нашему царю-батюшке, императору Петру I. Тот такой дар принял и перевез его в Екатеринбург, говорю, в Санкт-Петербург. Но там что-то он этому кабинету применения не нашел. И так и остались эти янтарные панно хранятся где-то на складах. И были они всеми благополучно забыты, пока о них не вспомнила уже императрица Елизавета Петровна. Она поручила архитектору Растрелли, всем известному, особенно петербуржцам, потому что он оставил довольно заметный след в истории Петербурга, построив такие известные дворцы, как Зимний дворец, Строгановский, Воронцовский, Аничков дворец и, как вишенка на торте, Смольный собор. Так вот, она поручила Растрелли установить этот кабинет в Зимнем дворце. Но простоял он там не очень долго. Потом комната вновь переехала и уже окончательно в Екатерининский дворец в Царском селе. Екатерининский дворец, еще один дворец в списке Растрелли, потому что он как раз в это время его перестраивал по поручению императрицам. И там уже кабинет превратился в ту самую известную винтарную комнату. И изначально этот кабинет, он не был рассчитан под масштабы дворцовых комнат, поэтому его пришлось значительно увеличить и, собственно, он стал еще более роскошным. И так эта комната там и находилась вплоть до 1941 года. Когда началась война, и немцы были уже на подступах к городу, началась эвакуация ценных предметов из дворца. Но комнату не тронули, ее на месте законсервировали. То есть ее не стали эвакуировать. И тут, конечно, много версий на этот счет, почему именно так случилось. Ну, первая версия, это то, что она просто была хрупкой, и ее не стали за этого трогать. А вторая версия еще есть то, что она всего-навсего не вошла в эвакуационный план. То есть работники не могли к ней прикасаться вообще никак. Поэтому она осталась там. И, конечно, когда немцы вошли в город и вошли в дворец, они все разграбили, собственно, и комнату они тоже украли. И вывезли ее на ее историческую родину. То есть вывезли они ее в город Кёнигсберг. И поместили в Королевском замке в одном из залов. Там она и экспонировалась. А вообще изначально комната предназначалась для музея фюрера, который должен был располагаться в городе Линце. Но музея не случилось, как мы знаем. И комната экспонировалась в Королевском замке. Во время бомбардировки города комната значительно пострадала при пожаре. То есть часть каких-то панно, она просто сгорела. И тогда комнату демонтировали и подготовили уже к эвакуации. И тут начинается самое интересное. Доподлинно известно, что комната в таком собранном состоянии находилась в замке вплоть до начала штурма советскими частями этого замка. Но после этого комната таинственным образом исчезает. То есть после войны ее больше никто и никогда не видел. Тут, конечно, есть много разных домыслов, догадок. Проводились куча исследований, поисков, которые ни к чему не привели. Но мое мнение на этот счет, что тут тайны особо нет. Потому что часть, как я уже сказала, просто пострадала при пожаре и она невозвратная. А другая часть могла быть просто растащена тем же самыми немцами при отступлении, либо нашими войсками. Ну, так, знаете, растаскана на сувениры, как бы, скажем так. Либо ее кто-то все-таки вывез, успел вывезти и где-то спрятал. Так спрятал, что не мог найти. В общем, тут, конечно, много домыслов, но факт остается фактом, то, что вряд ли она могла, конечно, вряд ли, маловероятно, она могла сохраниться где-то в своем первозданном виде. Я, кстати, тут в Википедии, там есть такая статья о том, что кто-то, какой-то ищейка напал на этот след. Он якобы узнал, кто ее украл, где ее спрятал, а потом через несколько дней его обнаружили мертвым с ножевыми ранениями в лесу. В общем, это прям целая какая-то детективная история такая с долей мистики в этом что-то есть. Но на самом деле сейчас вы ее можете увидеть. Спасибо, Кэп. Все там же, на том же месте в Екатеринотском дворце, потому что комната была воссоздана в 2003 году. Но это, конечно, не та подлинная комната, потому что я, например, люблю вещи подлинные, которые прошли сквозь века, к которым прикасались люди из разных времен, которые с ними взаимодействовали. Это вот прям особая какая-то своя энергия. Она все-таки как-то считывается, вольно или невольно. но какие-то детали, подлинные интерьера там все-таки сохранились. Поэтому, если вы там не бывали, если вы не видели всю эту красоту, а ее надо видеть, потому что картинки, фотографии, рисунки, все это, конечно, не передают, то есть это надо все-таки наблюдать воочию, то есть представить, как это все на самом деле выглядело. Она на самом деле очень шикарная. Это прям, ну реально, ее кто-то называет даже там восьмым чудом света, но у каждого свое мнение на этот счет сложится. Поэтому вот так вот. Здесь я вам рассказываю что-то интересное на потрясающем фоне, но меня бессовестно перебивал балтийский ветер и звук вышел ужасно, так что скажу вам так. В Калининграде, если окажетесь, сходите в музей Мирового океана. Там находятся различные корабли и подводная лодка, которую можно посетить. На основной экспозиции меня умолил один эксподат, а это русский водолаз 18 века. Древний русский ныряльщик с педром на голове, а вместо лаз лапти. Вот так. Но куда интереснее, по моему мнению, это на побережье. Это я снимала Зеленоградский, который раньше назывался город Кранц. Еще есть Солнечногорск, это бывший Раушен. Это такие два флагмана среди курортов. Кранц имел статус королевского курорта, сюда приезжала прусская элита на охоту, ну и просто попить минеральной водички. Интересно, что во время войны город почти не пострадал, то есть он сохранил всю историческую застройку. Здесь очень часто можно встретить дома в стиле немецкий модерн или югенштиль, переводится как молодой стиль. В общем, очень милый и по-европейски уютный курорт. Еще Зеленоградск имеет свой бренд, это котики. Здесь их полно, и здесь полно не только этих самых шерстяных жопок, но и граффити, рисунки, памятники, посвященные им. Сами они уж такие заласканные, наглаженные, что им в этой жизни уже ничего не надо. Это лишний раз доказывает, что счастье, пусть и кошачье, но есть. Вставлю вам видео, где я как раз один представитель этого кошачьего мира, который похож на маякуна. Я просто бездомных раньше таких никогда не видела. Ты маякун? Домашний или бездомный? А шейника нет, ты бездомный, наверное. Но тебе здесь хорошо живется, толстенький, упитанный.